Так, я запустил, всё. Ваше Преосвященство, Святая Владыка, благословите. Батюшки, дорогие, прошу святых молитв. Сегодня наша конференция будет посвящена преподобной эпилогии Антиохийской. Великое благодарение должны мы всегда воздавать Господу нашему за то, что Он не желает смерти грешным, но долготерпеливо ожидает обращения к праведной жизни. Так начинает житие преподобной Матери нашей эпилогии святитель Дмитрий Ростовский в своих житиях. В Антиохии жила некая известная язычница, худница, и как-то ей пришлось пройти мимо церкви с великой гордостью. Одета она была во все драгоценные одежды, жемчуга, золото, окруженное множество таких же молодых и красивых девушек, юношей. И проходила она мимо церкви Юлиана Тарсинина, где в это время был съезд епископов. И один из епископов, известный тогда всему этому краю, его звали Нон. Он был из известного монастыря Тавенисия, который создал Пахомий Великий. Там было около 7 тысяч монахов в свое время. И она без стыда прошла мимо них, полуобнаженная такая, веселая, молодая. И все епископы, глядя на нее, закрыли глаза, как от великого греха, и с грустью вздохнули. Один святый Нон, епископ, пристально смотрел ей след, а потом спросил у отцов, «Разве вам не понравилась красота той женщины?» Они не отвечали. Он заплакал, опустив голову на грудь. Воздыхая из глубины сердца, он снова спросил у епископов, «Разве вы не усладились видом красоты и яд?» Они молчали. Нон сказал, «Поистине, многому я научился у нее, ибо женщину сию поставит Господь на страшном своем суде и ею осудит нас. Как вы думаете, сколько времени она провела в своей отбочевании, моясь, одеваясь, разными способами украшая себя и осматриваясь в зеркало, всю свою мысль попечения полагая только в том, чтобы красивее всех явиться отчам временных своих поклонников? А мы, имея жениха бессмертного на небесах, на кого ангелы взирать не смеют, не заботимся об украшении окаянной души нашей, оскверненной, обнаженной и исполненной всякого срама. Не стараемся мыть ее слезами покаяния и одеть красотой добродетели, дабы явилась она благоугодной предачами Божьими и не была посрамлена и отвержена во время брака ангца». После этого нравоучения он вернулся к себе и долго плакал и молился. «Господи Иисусе Христе, прости мне грешного и недостойного. Та женщина, чтобы угодить тебе, угодить тленом своим поклонникам, столько показала старания, а я не стараюсь быть угодным тебе. Каким лицом возрю на тебя? Какими словами оправдаюсь пред тобою? Горе мне грешному. Предстоя при святым алтарем твоим, не приношу я тебе той душевной красоты, которую ты от меня ищешь. Я наг, ибо не сохранил я повеления твои. Не на дела мои надеюсь, но на милосердие твое, и от него уповаю, получи спасение». Он долго рыданиями молился и на той женщине говоря, «Господи, не погуби создание рук твоих, да не прибудет такая красота в разрате, во власти бесов, но обрати ее к себе, да слави в ней имя Твое святое, ибо для тебя все возможно». Он немножко забылся сном и во сне видит такое видение, к которому он позже рассказал своему дьякону Якову. «Вижу я, будто стою в алтаре, и надо мною кружится грязная голубица, вся в смраде в таком». И в то время, когда дьякон сказал, «Елить соглашение за дети», эта голубка отлетела. «А после службы она опять стала витать надо мной, я схватил ее и бросил в воду. Она омылась в водах, и все белое, белоснежное полетело к небесам». По усмотрению милосердного Господа, который печется в спасении наших душ, мимо церкви, где святон он читал проповедь на следующий день, проходила опять логия. Но он читал проповедь о вечных муках и о страданиях грешников. Слушая его, она пришла в такой ужас и сокрушение сердечное, что не могла остановить рыдание. Она нашла, где живет епископ, и пишет к нему такое письмо. «Святому ученику Христову, грешнице и ученице дьявола, слышал я о Боге Твоем, что Он преклонил небеса и не шел не для праведных, а для спасения грешников. Он сверился до того, что с мотарями вкушал пищу. Тот, на кого Херувиму взирать не смеет, с грешниками имел общение и с блудницами беседовал. Господин мой, если ты, как я слышу от христиан, истинный раб Христов, то не отвергнешь меня, желающим при Твоей помощи, прийти к Спасителю мира и увидеть в святую лице Его». На что святой Нон написал ее в ответ. «Какой бы ты ни была, но и ведома Богу и ты сама, и намерение Твое, по всему прошу тебя, не искушай меня недостойного, я грешный служитель Божий. Если же ты действительно имеешь доброе желание уверовать в Бога моего и видеть меня, то со мною здесь другие епископы. Итак, приходи, и вместе с ними увидишь меня. Наедине же тебе видеться со мною не должно». Когда собрали все епископы, Пелагея упала в ноги к Нону, как древняя евангельская блудница, и омывала его ноги своими слезами, и также вытирала его волосами, плакала и просила крещения. Епископ не знал, что ей сказать, и говорит, что Пелагея стала его умолять, и говорит, «Ты дашь ответ Богу о душе моей, если не крестишь меня, а труп твоей дозыщи тогда Бог душу мою, а за тобой напишет лукавые мои дела, если не сделаешь меня на ней невестой крестовой, то не будешь иметь дело с ним и святыми его». Блаженный еле заставил ее подняться от ног, от ног его, и сказал ей, что правило церковное повелевает не крестить блудницу без поручителей, из-за опасения, чтобы она не вернулась к той же блудной жизни. «Была призвана деканиса Романа, и от Пелагея потребовалось сначала исповедовать свои грехи, а потом ее христили во имя Отца и Сына и Святого Духа, помазали ее миром и причастили». О Пелагеи о деканисе Романе особо ничему не говорится, но нужно полагать, что ей было тогда отроду, наверное, не более 60, как заповедовал апостол Тимофею, говорят, что в Довице должна быть не менее 60, хотя потом церковные правила уже говорили, что можно принимать на служение деканисе после 40 лет. И вот эта Пелагея деканиса Романа, после того, как она крестилась, Пелагея жила у нее. Во время общей трапезы они слышали, как бес вопит во всеуслышание рядом. «Недовольна ли была тебе, злой старик, 30 тысяч сарацин, которых ты крестил, похитив у меня? Недовольна ли была тебе этого города, который ты мне отнял и привел к Богу? Потоки слез твоих пролились на мое жилище и сделали его пустым. Он начал укорять Пелагею, но епископ повелел Робе Божии оградить себя грезным знамением, и он исчез. Через два дня, когда Пелагея была деканисой, дьявол опять стал искушать ее этими словами. Деканиса говорила ей, что нужно ограждать себе крестным знаменем и молиться. И когда она крестилась, бес исчезал. Все свое золото, все драгоценности, которые она заработала своим неправедной жизнью, она отдала святому епископу. Епископ призвал эконома церковного и заповедал ему так. Все золото, которое даст тебе Пелагея, нужно отдать сиротам, бедным, нищим. И заклинаю тебя, чтобы ничего из ее драгоценностей, из ее имущества не было отдано ни в клир, ни в церковь, ни в сам епископский дом. Если же кто-то из клириков нарушит мое слово, то будет над ним анафема, как над теми, кто говорил, возьми, возьми, растни его. Раба Божия Пелагея, она ничего не оставила из своего этого имущества, но питалась за счет романа Деканисы. Призвал всех своих слуг и служанок, она всех их отпустила. Она дала им золото, она дала им серебра и сказала им так. «Я освобождаю вас от временного рабства. Вы же постарайтесь освободить себя от рабства суетному миру, который исполнен грехов, дабы нам, жившим в мире всем совместно, сподобиться пребывать вместе и в блаженной жизни». Сказав это, Пелагея всех их отпустила. На восьмой день, когда надлежало по обычному крещеных снять белые одежды, Пелагея встала рано утром, взяла свою влосиницу, одела старую одежду своего духовного отца епископа Нона и ушла в неизвестном направлении. Деканиса Пелагея долго плакала и сетвала о том, что она ушла. Но всеведущий Господь открыл епископу Нону, где она? И он успокаивал деканису, говоря, «Не плачь, дочь моя, потому что Пелагея, подобно Марии, избрала благую часть». Прошло три года, и дьякон епископа Нона просится у него посетить святые места в Иерусалиме. И ему епископ говорит, сын мой, когда пойдешь в Иерусалим, зайди на Елеонскую гору, там есть пещера, в которой подвизается монах Пелаге, посидьте его и попроси святых молитв. «Когда Яков дошел до этого места, он постучался в малое окошко, ему открыли, но он не узнал в изможденном лице этого инока никогда прекрасную Пелагею. Она была так худа, что обнаружились кости с сустава лица ее», — так пишет святитель. «Скажи мне, брат, ты не Яков ли, дьякон блаженного епископа Нона?» «Да, господин мой. Скажи епископу, чтобы помолился обо мне, ибо воистину он муж святой и апостол Христов. И тебя, брат мой, прошу, помолись обо мне». После этого блаженная закрыла оконца и начала петь свою службу. Дьякон пошел в Иерусалим, он обошел все святые места, монастыри, беседовал со всеми святыми отцами. И все говорили о монахе Пелагии, только доброе, и просили его молитву. На обратном пути дьякон Яков решил опять посетить монаха Пелагия. Он подошел к знакомой ему пещере и постучался. Ему никто не ответил. Он ждал один день, ждал два, ждал три. После того, как стал стекать третий день, он постучался в малое конце. Ему опять никто не ответил. Он заглянул в него и увидел, что монах Пелагий лежит мертвым. Он горько заплакал и поспешил обратно в Иерусалим, поставить известность всех святых отцов, что монах Пелагий, этот великий подвижник, умер от Христи Иисусе. Когда все собрались к пещере монаха Пелагия и стали готовить его к погребению, вдруг заметили, что монах Пелагий женского естества. «Димного святых Божия», сказали присутствовавшие со слезами, «Слава тебе, ибо имеешь ты на земле сокровенных святых, не только мужей, но и жен. Тайную эту хотели вот эти от народа, но Богу было угодно прославить рабу свою, и это стало известно всем. Тело ее погребли в той же келье, где она подвязалась». Святой Пелагея был составлен на кафист. «Видей в человечестве невозможно достойно воспитать величание в честь твоего честного житья, Матерь Преподобная. Тот мой ангелы Божия, выше свидетелей и следствия их о подвигах святая. Можешь, человеческий, сам ангелы, радующийся, а такови подвижницы Божией, воспеваем день. Радуйся, течением следствия их, пламени мысли бесовских, угасившие, радуйся, исправления живой образе. Радуйся, ныне веселье, живущей на небесе. Радуйся, Венценона, святителя, дорогий Маргарит. Радуйся, Пелагея, голубица крестово-предимная. Также есть составлен Святой Преподобный Пелагея и составлен канон. На горе Елеонской до сих пор есть место, сохранилось место, где подвязалась Пелагея. Сейчас на данный момент за ней ухаживают мусульмане. Раз в год, в 21 октября, в День памяти Пелагея, туда пускают всех православных христиан бесплатно. И само это место было еще известно в XIX веке. Игумен Данил, который посещал святые места, писал, что на горе Елеонска есть глубокая пещера в лес Вознесения. На юг от него в этой пещере стоит гроб святой Пелагеи и блудницы. Святые в истории нашей Церкви знают немало примеров того, как ступившие на паутиноческой жизни благочестивые жены сокровали свое женское естество под мужским платьем и, ведя жизнь строгую, так прииспевали в духовном совершенствовании, что становились святыми. Таковы были преподобные Анастасия Патрицианка, Афанасия Тавенская, Мария, именовавшаяся Марином, Феодора Александрийская, преподобного мученица Евгения, блаженная Ксения Петербургская. Известный священник и богослов Григорий Дьяченко в одной из своих проповедей писал, молитвами преподобной Пелагии да поможет нам Господь воспрянуть от суетой житейской и положить за правило, хотя изредка, хотя, например, несколько минут перед отходом ко сну, подумайте о смерти и о будущем суде. Такое размышление непременно будет для нас полезно, как оно было полезно для всех прибегавших к нему. Молитвами преподобной Матери Пелагии нашей Господи помилу нас грешных. Я хотела еще сказать два слова уже не касающиеся жития святой, что в моей жизни был такой момент удивительный. Это касается блаженной памяти новопреставленного владыки митрополита Исидора. Я только тогда начинала ходить в церковь Божию и первый раз встретила владыку на богослужении. Был великий пост. Я помню, мы так и вереницы собрались на клиросе и по одному подходили к владыке. И кто-то сказал владыке митрополиту, как меня зовут по имени, который у меня родительница нарекла в крещении. Я подхожу, наклоняюсь, беру благословение, владыка митрополит смотрит внимательно, крестит и называет просто мое имя. Просто. Ничего большего не спрашивал. Крестит и говорит мое имя. И знаете, в этот момент, наверное, пожалуй, первый раз в своей жизни я почувствовала какую-то целостность своего бытия. Это трудно сказать словами, не все можно выразить, объяснить в словесном измерении. Но я до сих пор это помню, сколько лет прошло. для меня такая добрая память. Поэтому есть такие люди, они и сейчас есть святые. И вас, батюшки, прошу всех молиться, всех поминать. Вашими молитвами мы все живы. И надеемся на исправление. Благодарю вас всех-всех за то, что вы были добры, слушали. Как могу я рассказала. Спасибо, Господи. Могу сказать, что слава Тебе, Господи, отмучилась на конференции. Спасибо, Господи. Батюшки дорогие, я прошу святых молитв и благословения. Все.